Ну, поясните, зачем вы сюда приехали? Приехали. Работать. Кем? Мошенниками. Старшие шайки гастролёров-мошенников, Бегунков по звонку на допросе чистосердечно признался, что они на троих промышляли мошенничеством и успели обобрать екатеринбургских пенсионеров на сотни тысяч рублей. Все трое пацанов, два брата и их куриш из Кирова. Мелкому из Бегунков курьеров 19, старшему 21. На родине от приятеля они узнали, как заработать неплохие денежки, по звонку собирая наличку у стариков. Тайные работодатели из соцсетей сообщил чернорабочим телефонных разводил адреса, куда нужно наведываться за деньгами, инструктировал Бегунков о мерах конспирации. По адресам они ездили в масках, старались не попадаться под объективы камер наружного наблюдения и примечали подозрительные машины во дворах. Бегунки из Кирова по наводке работодателя побывали и в Нижнем Новгороде, и в Перми, в Чебоксарах и Йошкар-Але, а спалились подчистую в Екатеринбурге. И сейчас под стражей ожидают, в какую точку страны их на этот раз забросит судьба в форме конвойной службы. Мошенническая схема под кодовым названием «Родственник попал в ДТП», казалось бы, стара как мир. СМИ все уши прожужжали, предупреждая пожилых людей не вестись на звонки телефонных мошенников. Но старики, вероятно, от волнений, напрочь забывают обо всех предупреждениях. И время от времени наступает на одни и те же грабли. Неизвестный звонит по телефону, представляется следователем, которому попало дело о ДТП. В нем родственник пожилого человека проходит якобы в качестве фигуранта, и ему светит реальный тюремный срок за сбитого пешехода и тому подобное. Пенсионеру предлагают передать приличную сумму денег. По версии правоохранительных органов, как правило, телефонный торг начинается с миллиона рублей. И когда жертва соглашается на сделку, звонарь обещает прислать по нужному адресу человека, уточняя, что это или водитель следователя, или же его помощник. Варианты разные, но суть одна и та же. На нервах пожилой человек вместо того, чтобы родственникам позвонить, достает из заветного уголка все деньги, которые он откладывал на черный день. И этот черный день наступает незамедлительно. Получив деньги, бегунок переводит их на счет тайного работодателя, оставляя себе за непыльную работенку пресловутую десятину – 10% от преступного дохода. Бегунков ловят и отправляют за решетку, а их тайный работодатель подыскивает в соцсетях, новых, с позволения сказать, работяг, шестерок на побегушках, которые запоздало соплино кулак мотают и каются в содеянном. Я очень сожалею, обещаю, что, клянусь, буршсак не буду, и я присну свою вину. Сколько подобных эпизодов у вас? Три. Три? Да.